Всем привет, мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, Нейл Мастерская, Чеширский Кот и вы давно меня спрашивали, а почему на моем канале так мало бюджетных торговых марок? Ну что ж, новая торговая марка на моем канале. Хука! Поехали! Итак, девчонки, вы давно просили показать вам торговую марку Хука, потому что, как вы мне написали, цитирую дословно, Задолбали, дорогие марки на вашем канале! Неужели нету ничего бюджетнее? Вот, например, Хука! Да, девочки, я созвонилась, грубо говоря. Сначала я хотела просто купить данную торговую марку, их неоновые оттенки, и потестировать для себя, Обовыми их очень сильно рекомендовали. Но в процессе нашего разговора выяснилось, что Хука даже очень не против побывать у меня на обзоре. Я так думаю, что это огромный плюс им в карму, потому что обычно торговые марки меня боятся! Итак, девчонки, данные гель-лаки производства Россия. Стоимость порядка 180 рублей, бюджетнички ликуйте, материал как раз для вас. Сырье у них Китай, заводской Китай, класс А. Могу сказать от себя, что из всех 13 оттеночков какого-то сильного выделения запаха разного я не заметила. Вкусных отдушек там нету, сильно там ничего не воняет. Консистенция достаточно стандартизированная, в некоторых гель-лаках она разнится. Тонированная выкраска колбачки не отлетают, как у торговой марки Алексей Нейлс. Номерочек не тонирован, но мне так больше нравится, поскольку у меня пузырьки стоят все кверху, мне легче ориентироваться по номерам. Исходная информация есть также сзади флакончика. Итак, девчонки, гель-лаки трехфазники наносятся на базу, покрываются топом. Только белый, я могу вам сказать, имеет достаточно тягучую вот такую вот консистенцию из всех остальных гель-лаков, которые у меня есть. Ну, как вам сказать, это моя консистенция, я ее люблю. Но по такому мониторингу могу сказать, что большинство мастеров не умеет с данной консистенцией работать. Девочки, такие консистенции высокопигментированные, они достаточно лениво самовыравниваются. Следовательно, нанесение данных гель-лаков должно производиться на хорошо смоделированные ногти, на хорошую архитектуру, без нажима на кисть. Плюс ожидание, если вы немножечко заребрите, а я видите, немножечко заребрила, должно производиться в, как вам сказать, по временному рамке самовыравнивание гель-лака. Данная консистенция слишком уж так козявисто самовыравнивается, поэтому лучше сразу наносить без особо больших полос. При полимеризации в лампе он не желтеет, кипельно-белый у него остается. Это не синий белый, не желто-белый. Это чистый такой белый, как подснежник. Второй слой наносится как по маслу, старайтесь сильно на второй слой тоже не ребрить. Следующий цвет, который мне прислала данная торговая марка, это кошачий глаз под номером 3. Как всегда, вы же прекрасно знаете, что кошачьи глаза наносятся только на темную подложку. Данная кошка, она тоже витражная, с пигментом, который магнитится, мы обязательно ее сейчас посмотрим. У нее достаточно густоватая, обрывающаяся консистенция, у нее нет никакого запаха. Я сейчас вам предлагаю собрать на этой кошечке двойной блик, блик бурундучка. Как вы видите, пигментация здесь, ну если сравнивать с наядой и с гирилактиками, немножечко недостаточно. Самовыравнивания у него фактически никакого нет. Давайте мы сейчас с вами соберем полосочку бурундука. Конечно же, как и любой лак эффект, его можно использовать и без магнита. Но у нас кошка, мы с вами знаем, что с кошками делать. Блик собирается быстро из-за достаточно разжиженной консистенции. Давайте на него посмотрим. Блик расползается достаточно быстро, не молниеносно, но достаточно быстро. Какого-то ярко-шибкого хамелеона я здесь не замечаю. Он тут есть, но если сравнивать, например, с люксовой наядой или люксовым гирилактиком, конечно, маловасто будет. Маловасто. Давайте я сейчас его еще раз распределю, и мы с вами сделаем бегающий блик. Да, нам же надо все потестить и проверить. Блик бегает достаточно быстро, тянется за магнитом. Вам не надо ждать, как, например, на кошках Nail Republic. Да, там надо держать достаточно долго, слишком густая консистенция. Давайте я его сейчас посушу, поскольку блик достаточно быстро распадается, и покажу вам результат. Ну, девчонки, мне очень тяжело судить по, как он сказать, бомбичности данного блика. Хамелеон здесь есть, его здесь очень мало. Эффект действительно есть, но если сравнивать по бомбичности с кошками, например, гирилактиков, с кошками, например, наяды, все-таки он проигрывает. Ну, и стоимость, девочки, 180 рублей, а оптом из серии дешевле. Ну, кошечка и кошечка. Следующий цвет, это номер 10, девочки. Этот цвет позиционируется для френча. Мне его прислали в оттенке, как для бэби-вумера. Он достаточно вот такой вот тягучий. Давайте я его сейчас нанесу на прозрачную типсинку. Это такой популярный оттенок Люксио Коэй. Мы сейчас заодно с вами посмотрим, становится ли он в желтизну после полимеризации в лампе, потому что большинство таких оттенков этим грешат. Самовыравнивание у него тоже достаточно ленивое. Можно будет положить и второй слой. Девчонки, я могу сказать, что слегка желтизна есть, но она не такая критичная. Она становится больше, так сказать, фарфоровой и играет только на руку. Давайте продублируем. Да, вот, то есть, например, я смотрела белый такой One Nail. Он достаточно сильно в желтый уходит при полимеризации. Далее идет оттенок 39. Ну, девочки, красный, прекрасный. Немножечко другая консистенция, более тянущаяся. Напоминаю, что наносить красные оттенки, так же, как и черные и белые, в толстые слои нельзя. Девчонки, я не скажу, что это чистый красный оттенок. Это больше такая, знаете, кровавая малинка. Но пигментация, самовыравнивание, быстрая работа, удобная. Кисточка немножечко жидковата, но это кисти стандартные. В таких флаконах к ним привыкнуть можно. Следующий цвет, девочки, это 69. Это вот такое красивое Тиффани. Это пастелька. Как вы видите, консистенция у нее более густая. То, про что я вам говорила. Кисточка плющится сильно. Пигментация у данного гирилака на полуторный слой будет очень даже very well. Мне понравилось. Самовыравнивание у данного гирилака нужно немножечко подождать, поскольку это пастелька. Здесь выбор каждого. Да, то есть, как бы, я уже привыкла, что у меня там, например, красивые баночки Nail Club'а стоят там на яду. Я могу себе это по деньгам позволить. Некоторые мастера не могут, но им хочется работать качественными полутораслойниками. Поэтому им, в принципе, поскольку эти все бутылки стоят в столе, абсолютно наплевать, как они выглядят. Главное, что по деньгам и по миллилитражу, понимаете, 8 миллилитров 180 рублей, это потянет мастер номер 88. Девчонки, это вот такой вот красивый винтажный цвет. Это гель-красочная консистенция тянущаяся. Тоже, фактически, без запаха. Давайте нанесем. Ну, а то есть, данный гель-лак может немного снивелировать ваши косяки выравнивания, поскольку он достаточно муссовой консистенции. Самовыравнивание у данного гель-лака среднее. Все равно, поскольку это пастель, ее надо немножечко ждать перед тем, как отправить клиента в лампу, чтобы разгладились ребра. На второй слой я бы продублировала, хотя можно его положить в один полуторный. Давайте продублируем. Как видите, гель-лак после просушки 30 секунд в тоской достаточно средний слой, который я нанесла, не запукрил и не закенкурил. Кисть данной консистенции работает хорошо. Кисть мягкая, достаточно сильно плющится. Второй слой покрывается как по маслу. Сильно не нажимайте на кисть, чтобы не добивать ребра. Номер 98. Девчонки, это очень красивый персиково-пастельный цвет. У него тоже тянущаяся консистенция. Да, тоже цвет немножечко вам поможет снивелировать огрехи вашего кривого выравнивания. Если они есть, он разжиженный, он просохнет, но для насыщенности он двухслойный. Да, дублирование я буду осуществлять минимальным набором на кисть, просто чтобы добавить глубины цвета. Второй слой идет как по маслу, не нажимайте на кисть, чтобы не создавать лишних ребра. Второй слой тоже самовыравнивается достаточно быстро. Оттенок 120. Мышиный, серый цвет, гель красочный, абсолютно тянущийся консистенции. Давайте нанесем. Данный гель-лак имеет такую же муссовую разжиженность. Можно его перекрыть на полтора слоя, но я советую его продублировать. Давайте продублируем. Я буду использовать минимальный набор на кисть. Много там не требуется, девочки. Мы всего лишь добавляем цвету, глубины и насыщенности. Ну а теперь я вам покажу пять братьев-акробатьев, ради которых вообще все это и затевалось. Девчонки, я четко поставила перед собой цель найти для вас хорошие, недорогие, пигментированные неоны. И по вашим многочисленным советам я решила попробовать их в торговой марке Хука. То, что наша переписка переросла в небольшой такой обзор, это только спасибо балаборству вашего тряма из серии. Давайте я вам покажу данных зверят. Я сразу хочу оговориться, что это не очень сильно вырвегла с неоны, но я так думаю, девочкам, которые хотят пигментацию, данные цвета понравятся. 131-й, это вот такой вот рыжульчик. Причем, данные неоны, в отличие от неонов других торговых марок, не имеют резкого запаха. Они достаточно чистые, не ядерные, девочки. Они работают и без белой подложки, и быстро самовыравниваются. Давайте продублируем, как вы видите, как и все неоновые оттенки, они немножечко в лампе меняют свой цвет. Но не волнуйтесь, при покрытии топом они придут в себя. Второй слой нанесения, как по маслу, пигментация данных зверей меня очень сильно удовлетворила. 132-й, девочки, это очеширительная неоновая розовая пастель. Все неоны одной консистенции, все не имеют фактически запаха. Я данный гель-лак наносила на клиентку в один слой. Также делала им френч, весьма себе интересно. Номер 133. Девочки, это еще более, знаете, ближе к мадженте, менее пастельный розовый неон. Он достаточно вырвиглазистый. Одно самовыравнивание, достаточно быстрое, очень хорошая пигментация. Некоторые из данных гель-лаков я не дублирую. Подходит для омбре, шатуша, градиента и френча. Предпоследний оттенок это 134. Это ядерный, вот такой зеленый. Он немножечко погуще. Давайте его нанесем. Если сравнивать, например, данный зеленый с зеленым нартистом, здесь, поскольку у него более ядерный цвет, он у вас не выдает огрехов моделирования. Его консистенция немножечко приподнимает ваши косяки. Поэтому, в отличие, например, от нартистовских неонов, вам не надо жестко забавливать ровно поверхность, да, гладкую. Я возьму минимальный набор на кисть. Кисточка с данной консистенцией работает хорошо. И последний сегодня зверек от торговой марки Хука. Это цвет 135. Это вот такой вот желтый. Девчонки, смотрите, здесь не чисто желтый. Здесь желтый пастельный, на местный. Смотрите, когда вы его наносите, он такой, знаете, на светлой подложке, он такой яркий-яркий-яркий-яркий. Но, когда вы его наносите на натуральный ноготь клиента, цвет уходит больше в зеленцу. Любой желтый гель-лак, если в нем не очень много белого, а ни в нартистах, ни в Хука, такой концентрации белого нет, все равно будут выдавать натуральный ноготь немножко наружу, и цвет будет глуше. Для яркости цвета используйте белую подложку. Давайте продублируем. Ну, то есть, имейте в виду, что желтые гель-лаки, они достаточно козявистые. Итак, мои ногтевые феечки. Сегодня у нас на обзоре была новая торговая марка на моем канале под названием Хука. Я с данной маркой решила законтачиться и взять для себя на чисто неоны, в которых, кстати, я не зачаровалась ни разу. Для себя отмечу, что это достаточно бюджетная торговая марка, достаточно с многочисленным количеством цветов. Она достаточно однослойная. Да, если учесть то, что мы всегда перекрываем хотя бы два минимальных слоя. Ну, а пастель у нее так же, как и во многих торговых марках, она двуслойная и чистая, и ее надо ждать, поскольку самовыравнивание у нее немножко меньше. Неоны повергли меня в шок, и мне они понравились. Ну, опять же, девчонки по цветовикам, смотрите, для каждого мастера фломастеры разные. Ссылку, где купить Хука, я оставлю вам в боксике под видео. Не забывайте лайк, поощрять мои старания, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Напоминаю, что производство данных гириллаков в России, сырье у них Китай категории А. А с вами была Юлия Лапшина, Нейл Мастерская Чешевский Кот. Всем трямо, мои ногтевые феечки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok